больничка выглядит в принципе новая все идеально вырезано вообще просто настроение никакого нету теперь после этой больницы на улице обалденно крутая погода мы сейчас едем по делам это делаешь на самом деле всем привет на улице прекрасная погода ты себя так себя вела это искренне в комментарии искренне говорю или все-таки это фальш на улице замечательная погода и замечательная пара идет по своим делам он только что сказал что не хочет сниматься со мной ведь сам будет сниматься а я говорила начальник что так и будет на сегодня обычный влог мы сегодня гуляем по делам я собираюсь устраиваться новую работу также в гос структурах мне нужно собрать результат все диспансеров то что я не состою в них то что ничем не болел не болею и мы сейчас поехали с машей находимся опять на московской наш любимый район первым нашим местом это будет туберкулез диспансер он просто находится ближе всего к нам потом мы дальше поедем по остальным уже мы вам сейчас поснимаем как у нас внутри чтобы вы сравнивали своими городами чтобы сравнили как других странах прекрасно коридорчик здесь достаточно уютный цветочки кабинеты экран телевизора все новые больничка выглядит принципе новое все идеально вырезано всякие двери неплохо так выглядит прям вроде культурно все красивая больничка вообще просто настроение никакого нету теперь после этой больницы сомнительное удовольствие за 750 рублей я тут бегал тысячи просто кабинетов чтобы поставить две печати туда-сюда меня сперва отправили в регистратуру с регистратуры отправили сделать флюшку окей сделал пришел они говорят идите ли в кабинет чтобы врач он выписал справку пришел врач написал неправильную справку регистратуре меня опять справили к ней с регистратуры я побегаю подбегаю туда там благо сделали и теперь хоть поставили печати выезжал в общем около часа здесь пробыли и сейчас едем только в другое место мы сейчас прошли вторую второй диспансер я скажу вам так то что там даже время не было снять все в сссре находятся все эти лавочки все остальное в очереди то же самое меня отправили из одного кабинета в другой во втором кабинете скажи то что он все-таки в регистрации я подхожу и у меня обратно к вам отправили ну так а почему сразу не сказали потому что я там не работаю очень странные люди они считают то что если кто-то к ним приходит они должны сами знать как все устроено кстати я хочу заметить что как-то с медперсоналом обслуживающим регистратуру там вообще такое ощущение как будто люди думают что они не директора или президент страны очень важные персоны и могут общаться с людьми просто грубо и не могут в принципе делать свои заниматься своим делом токео сити до свидания куда мы пришли мы пришли в торговый центр покушать мы захотели кушать потому что мы час просидели в этой больнице просто из-за бюрократии сто лет не были фоткорте это максимально странно и необычно я подумала секунду что ты дмитриевич я тоже подумала так убедительно а вот и дмитриевич собственным персон у вас снова подписчик рината ясукова рубрика личные приветы и хорошо тебе провести время в нашем канале лови друзей мы будем рады всем а прикинь она отпишется скоро ну тогда будет грустно потому что я передал даже и привет ну да если отпишешься то тебе привет не передадим мы передадим привет другим другим вот если вот так будет постоянно приходить уведомление я буду передавать всем привет поэтому подписывайтесь ставьте колокольчик и лайки еда ну и все это первое что я попробовал в россии я был про челябинске это вообще просто пушка для меня была особенно те острые крылышки и сейчас это будет знаешь возвращение ты собираешь мои слова я здесь вчера об этом говорила я вчера говорила о том что я первый раз пробовала их в алмате ты еще типа удивлялся почему в алмате но я в челябинске я же говорю первое что пробовал это киевси последний раз наверное ела когда моя подруга с алматы довезла мне там какие-то крылышки я говорю вот этот вкус хочу вспомнить в общем мы возвращаемся в ностальгию и будем сейчас вкусно кушать а потом уже дальше идем по делам будем нам нужно еще обойти сегодня три диспансера не знаю спеем или нет потому что времени уже сколько уже шестнадцать тринадцать я надеюсь что мы успеваем мобиль сейчас настолько как будто сели три сфона и такое ощущение я просто полноты полковник сандр спасибо пока не были мы в торговом но я была а так вообще по сути тысяча лет не были особенно да то что закрыто все из-за пандемии временное ослабление у нас остался с тортик с дня рождения вечерний чай я ж так не разговариваю но самому странно нам нужно что-то отснять кстати ты же разбираешься в этих всяких бижутерия блюриках ты не спрашиваешь купил сегодня маме кольцо ты или нет пошел по делам сегодня и после этого зашел магазин хотел маме подарок хотел вам подарок взять взял а потому что даже не спрашиваешь сейчас сейчас мама маша будет оценивать мне кажется на самом деле я фигню какую-то взял а почему я думала ты хочешь то что мы смотрели тогда на оценивай ты сказал что ты кольцо будешь брать что ты взял подъездку ну кого подъездку прикольно нормально выглядит да ну я не знаю просто но обычно так на цепочку блин а достать наверно плохо видно конечно ты же хотел кольцо я просто стоять не могу не было крест нормально в салате не было крест нормально ну там я не стал убирать ну там была вот эта мне понравилась я такой блин ну вроде прикольно ну тебе нравится честно ну да точно нифиг не взял нормально что ты так странно себя спрашиваешь хочешь себе такую хочешь себе такую хочешь себе такую не знаю ну туда нет ответа слушай а что за вопросы хотела бы себе такую ну у меня была такая ну я тебе отверг это мне да это типа такая подводка была да серьезно ну я шел прям выхожу с этого и там вот это и я такой зашел и я захотел подарить тебе серьезно зачем захотел приятно взять я прям смотрю смотрю и там вот это вот нет на самом деле прикольно я как раз хотела так у меня я думал тебе не понравится нет она такая классическая мы сейчас идем возле парка победы мы снимали уже отсюда влог вы можете посмотреть на нашем канале я оставлю сейчас ссылку здесь сверху можете нажать если вы еще не видели посмотрите очень прикольный влог получился очень жизненный сейчас мы идем за ним получается это находится по дороге от одного диспансера к другому сейчас мы уже почти подошли к наркологическому диспансеру а то надо тоже взять справки и здесь получается рядом трасса а Маша удивляется почему она не видела раньше тут парк аттракционов в нем самом есть вот Маша удивляется почему она их не видела я кстати ровно два года назад когда проходил на данное место работы проходил все эти же бумажки просто сейчас уже позабыл это все Маша фотографирует лицо обозрения тут очень прикольный фонарь я хочу с ним поснимать мне кажется это прямо знаете из какого-то фильма или из какого-то мультика может книги вот что-то вроде этого очень атмосферный парк особенно ночью кто живет в Санкт-Петербурге если вы являетесь гостем города если вы приехали посмотреть просто несколько дней придите ближе к вечеру в парк Победы на метро парк Победы вы не пожалеете очень прекрасно эти фонари вы сможете сделать просто кучу каких-то атмосферных фотографий блин это прям реально прикольно и сейчас находимся в нашей больнице что скажешь что могу сказать не в этом районе не в этом районе в Антрописан а я буду ехать в тот район где у меня стоит регистрация я забыл совсем то что в прошлый раз я просто в данном районе был зарегистрирован и поэтому я именно здесь проходил наркодиспансер не знаю ли печать дневая трасса кошечка 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 но мы сегодня проехали по всем почти диспансерам Маша сейчас в магазине мы только забираемся до дома я буду монтировать влог завтра или послезавтра у нас выходит еще один Маша в это время будет готовить сейчас шаверму домашнюю мы купили настоящую курицу мы купили курицу мы взяли салат помидоры лаваш сделаем соус из майонеза сметаны чеснока обалденный соус вообще просто рецепт пушка запоминайте сохраняйте поставьте лайк за этот рецепт и мы сейчас сделаем полезную шаверму и будем кушать всем приятного аппетита спасибо что нас смотрели подписывайся ставь лайки скоро будет очередной новый выпуск мы стараемся вас радовать почти каждый день приятного аппетита у нас поиска приятного аппетита приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok